Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Когда мы говорим про инвестиции, одна из лучших вещей, которую ты можешь сделать, это обратить свое внимание на то, куда инвестируют умные деньги. Причем инвестируют не только свои деньги, но время и усилия. На какие проекты они ставят, причем ставят во время медвежьего рынка? Умные деньги – это главные игроки на рынке, у которых есть знания, опыт и, самое главное, доступ к запатентованным технологиям, которые недоступны общей публике. В криптовалюте такими могут быть и люди, которые пишут код. Да-да, те самые разработчики. Очень недооцененный инструмент, который мало кто использует при выборе криптовалюты, в которую инвестировать. Подумая об этом, именно разработчики лучше всего понимают разницу между всеми криптовалютами, которых насчитывается тысячи. Именно разработчики строят протоколы и разрабатывают программы, которыми затем пользуются в криптоиндустрии. Выбор криптовалюты, которой пользуются сами разработчики, это как выбирать зубную пасту, которой пользуется стоматолог, или выбирать медикаменты, которые использует доктор. Именно об этом и будет сегодняшнее видео. Дело в том, что только один раз в году мы получаем доступ к особенной информации, которую я сегодня тебе и покажу. И если она покажется тебе интересной, не забудь поставить лайк. Давай наберем, как обычно, 2-3 тысячи лайков. Я думаю, под это видео нужно поставить максимально много лайков, чтобы как можно большее число людей увидели, куда смотрят умные деньги, какие криптовалюты они выбирают. Большое спасибо за поддержку, она меня очень мотивирует. Ну и конечно, все о чем пойдет речь, это не финансовый совет, это анализ большого отчета, не более того. А это отчет от Electric Capital. Его составляло более 300 человек, которые вложили сотни часов своей жизни в эту информацию. Поэтому она очень ценная, она стоит сотни часов жизни. Сегодня ты все узнаешь за 10 минут, по-моему. Это очень круто и достойно лайка. Самая большая ценность для нас заключается в том, что мы можем узнать, какие криптовалюты были выбраны конкретно разработчиками. Этот отчет занимает 185 страниц, и я оставлю полный отчет у себя в Телеграме, ссылка на который в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Но в самом видео я покажу тебе топ-10 самых больших инсайдов, которые тебе необходимо знать. Ну что ж, давай залетать в эту инфу, чтобы понять, в каком состоянии находится крипторынок и какие криптовалюты. Крупные и мелкие выбрали умные деньги, также известные как разработчики. Начнем с глобального понимания крипторынка с точки зрения разработчиков. Этот график показывает нам количество активных разработчиков в криптовалюте с 2009 года до сегодняшнего момента. Очень важно понимать активных разработчиков. На самом деле, общее количество разработчиков, конечно же, больше. Мы видим, что в первые годы рост был незначительным, затем начался разгон вот здесь, после этого мы вышли на плато вот здесь. И уже затем, за последние два года, к рынку криптовалют присоединилось еще больше разработчиков, как ты видишь вот здесь. Теперь их около 23 тысяч человек, 23 тысячи активных разработчиков. Исходя из этого, мы можем сделать три ключевых вывода. Даже несмотря на то, что 2022 год был одним из худших в истории криптовалюты, количество активных разработчиков умудрилось вырасти. Да, были моменты, как ты видишь вот здесь, когда их было меньше, больше. Но по итогу, 2022 год не просто вырос в этом плане. Количество активных разработчиков за этот год в криптовалюте достигло своего пика. Второй вывод. Сравни медвежий рынок 2022 года вот здесь, и медвежий рынок 2019-2020 вот здесь. Как ты видишь, на прошлом медвежьем рынке количество активных разработчиков вообще не выросло, а находилось на таком себе плато. При этом, медвежий рынок 2022 достиг исторического хая в этом плане, и поэтому он сильно отличается от предыдущего медвежьего рынка. И, наконец, третий вывод. В криптовалюте всего 23 тысячи активных разработчиков. Это достаточно мало для такой массивной индустрии, способной изменить весь мир. Так что, похоже, несмотря ни на что, криптовалюта имеет еще очень большой потенциал развития. Следующая диаграмма показывает ту же информацию, но под другим углом. Здесь мы видим количество активных разработчиков в криптовалюте, которые присоединились к индустрии за каждый конкретный год. Мы видим здесь достаточно здоровый рост, если только не считать тот же медвежий рынок в 2019 и 2020, когда мы увидели падение роста разработчиков. Так что, как мы видим, медвежий рынок 2022 года не был худшим в истории, как нам казалось. Теперь посмотри на последнюю диаграмму 2022 года. За этот, как все думали, очень плохой год для криптовалюты, индустрия в плане количества новых разработчиков выросла больше всех остальных годов. За 2022 год количество всех, а не только активных разработчиков выросло более чем на 61 тысячу человек. Это почти так же, как за два последних года, 2020 и 2021 вместе взятые. Очень важно, что это не только активные разработчики, а все разработчики. Но тем не менее, вывод. Несмотря на то, что криптовалюта, по общепринятому мнению, пережила худший год в своей истории, 2022 год стал лучшим в плане роста количества разработчиков в криптоиндустрии. Следующий график – это количество месячных активных разработчиков в биткоине. И здесь мы можем увидеть, что на протяжении 2022 года мы наблюдали какие-то пики, как ты видишь вот здесь. Однако, год закончился приблизительно на том же уровне, на котором закончился и 2021. То есть изменения самые минимальные. А может быть их даже и нет. За год ничего не изменилось для биткоина. Но если взять общую картину, то мы можем увидеть огромный тренд. Это очень здоровый рост количества активных разработчиков в биткоине, начиная с 2016 года. Да, периодически случается коррекция, но в целом тренд явно растущий. Если мы посмотрим на количество всех разработчиков в биткоине, а не только активных, то мы увидим, что с 2017 года биткоин достаточно стабильно прирастает на 1-2 тысячи разработчиков в год. При этом мы видим тенденцию, что за 5 лет количество новых разработчиков в год выросло вдвое. Давай посмотрим, что происходит с эфириумом. Несмотря на ужасный 2022 год, эфир в плане активных разработчиков все равно вырос на 5%. Обрати внимание, что на прошлом медвежьем рынке 2019-2020 количество разработчиков на эфире практически не изменилось. Так что этот медвежий рынок все-таки отличается от прошлого. Также вспомни, что биткоин за 2022 год не вырос в этом показателе по сравнению с 2021. Эфириум же вырос на 5%, обогнав биткоин. Также, если мы посмотрим на большую картину, то тоже увидим достаточно здоровый тренд к росту эфириума в плане активных разработчиков. Еще лучше это можно понять, если взглянуть на годовой рост эфириума. Это был рекордный год роста новых разработчиков в сети эфира. Посмотри, 14691 разработчик за 2022 год. Это более чем на 3300 больше, чем в 2021 и намного больше, чем в остальные годы. Так что эфириум, несмотря на то, что у него сейчас еще больше конкурентов, а 2022 год стал худшим в его истории, все равно показывает потрясающие показатели роста экосистемы. На этом графике мы видим интересную метрику, которая включает в себя разработчиков на постоянной основе, разработчиков на неполной занятости и одноразовых разработчиков. И как мы видим для эфириума, этот показатель даже после 2022 года все равно почти в три раза больше, чем у его ближайшего конкурента. Конкурентов ты можешь увидеть вот здесь слева. И как ты видишь, им всем до эфириума в этом плане еще далеко. Итак, я хочу спросить тебя, когда ты хочешь посмотреть список криптовалют, что ты делаешь? Правильно ты переходишь на CoinMarketCap или CoinGecko.com? И вот так это выглядит. Топ-10 криптовалют сейчас. Биткоин, эфириум, бинанскоин, XRP, кардана, полигон, догикоин, салана, полкодот и шибаину. Это если не считать стейблкоины. Но, если мы посмотрим на криптовалюту с точки зрения количества активных разработчиков, то топ-криптовалют сильно изменится на первом месте. Эфириум на втором, салана, потом полкодот, космос и полигон. Это, как по мне, самый важный инсайт и всех остальных. Так как именно эти монеты выбрали разработчики в 2022 году. Они поверили в то, что именно у них есть большая перспектива в новом бычьем рынке. Причем поверили в эти криптовалюты на медвежьем рынке, что тоже очень важно. И как ты уже понял, этот топ сильно отличается от того, что обычно люди видят на таких сайтах, как CoinMarketCap. В этом списке мы не видим. Этот график показывает нам рост общего количества разработчиков с 2018 года. Эфириум вырос с тех пор в 5 раз, биткоин в 3 раза, солана, космос, полкодот и полигон вместе выросли в 10 раз. Итого, как мы поняли. Эфириум, полкодот, космос, солана и биткоин являются 5 крупнейшими экосистемами. Но кто-то скажет, что они уже слишком жирные. Что насчет проектов, которые еще не настолько толстые? Но уже показывают перспективу. Что ж, их видно на следующем слайде. Это экосистемы, у которых более 100 разработчиков, включая активных. И на графике мы видим 3 диапазона. Голубой диапазон включает в себя проекты с самым большим ростом в плане разработчиков за 2022 год. Средний диапазон вот здесь отображает проекты, которые еще растут. И, наконец, самый нижний диапазон под этой штрихпунктирной линией показывает криптовалюты, которые, наоборот, потеряли разработчиков за 2022 год. Больше всего. Как ты видишь, это Stellar, Basic Attention Token, XRP, Flow, Elrant, Stacks и так далее. Но самые быстро растущие проекты в плане разработчиков оказались. SWI, Aptos, Mina, Asmosis, Hedira, Optimism и Arbitron. Если ты ищешь какие-то криптовалюты с еще небольшой капитализацией, но с потенциальным массивным ростом и сильными фундаменталами, то, похоже, это они и есть. По крайней мере, разработчики поставили на них. Кстати говоря, посмотри на этот график. Вот этот синенький график. Это рост количества разработчиков в Binance Coin. И как ты видишь, они потеряли половину своих разработчиков. Вот какой обвал массивный у них случился. Это не очень хороший знак для них. Но заметь, что даже несмотря на это, у них все еще больше разработчиков, чем у большинства других. Итак, из этого огромного отчета мы вытащили список криптовалют, которые выбрали сами разработчики. Из двух когорт. Из жирных с уже достаточно большой капитализацией. И только начинающих перспективных с небольшой капитализацией. Если это видео было полезным, не забудь поставить лайк. Я очень старался и мне будет очень приятно. Ну а меня зовут Богатищий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok